Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью с вами, Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в парке Захарова и хотим поговорить с художественным руководителем парка Екатериной Дыган о том, в каком режиме сегодня работает наш самый любимый парк. Спасибо! Здравствуйте, Маша, очень рада вас видеть в парке Захарова. К сожалению, он сейчас пустой, но мы очень надеемся, что все скоро закончится и парк, как и раньше, будет наполнен гостями, которые придут и будут наслаждаться прекрасной, будем надеяться, летней погодой. Действительно, в парке, пока мы выставляли камеры, здесь проходили, не видно ни одного человека. Конечно. То есть, действительно, все закрыты входные группы? Да. Согласно постановлению губернатора, с 30 марта парк Захарова, также, как все парки Подмосковья, закрыты для посетителей, все входы закрыты и все объекты спортивные и детские площадки закрыты. Гости и жители, собственно, поселка Летний отдых, поселка Захарова. Как восприняли эту новость? Потому что, конечно же, эта территория любима многими. У нас очень культурные гости, культурные жители. У нас ни одного нарушения за это время не было, то есть, никто не пытался попасть как-то в парк незаконно. Потом у нас на входных группах стоят подсчет посетителей, специальная система подсчета посетителей. Вот. То есть, у нас нарушений не было. Все соблюдают. Ну, то есть, все, в общем-то, сознательно отнеслись к такому решению. Все сознательно отнеслись. Понимают, что это вынуждено и необходимое. Конечно. Все хотят, чтобы это поскорее закончилось. А чтобы это закончилось, нам нужно выдержать эту самоизоляцию, выдержать этот карантин, чтобы как можно скорее выйти на улицу. Екатерина, несмотря на то, что двери парка для посетителей временно закрыты, работа кипит. Но теперь в онлайн-пространстве. Да, работа кипит. Так же, как, на самом деле, у всех учреждений культуры сейчас. С 18 марта мы перешли на онлайн-площадку. Мы смотрели за новостями, наблюдали за тем, что происходит в мире. Понимали, что парки и в России тоже скоро начнут закрывать. Поэтому мы успели даже некоторые программы записать еще в офисе некоторые мастер-классы. И уже 19 марта у нас вышла первая видеотрансляция на нашей площадке в Инстаграм, Парк Захарова, фитнес-тренировки. На данный момент, на сегодняшний день, у нас 41 видеопрограмма. В Инстаграм-парке у нас более 10 тысяч просмотров. Видеопрограммы разнообразные. Это фитнес-тренировки, которые можно делать дома. Это мастер-классы разнообразные совершенно, чтобы дети, которые сейчас дома с родителями на карантине, не потеряли свою активность. Да, чтобы у них была возможность что-то смастерить дома вместе с родителями. И интересная программа. Мы на самом деле стараемся продавать... Ну, не стараемся, а и делаем то, что мы делали, и несем светлая, добрая культуру. Потому что сейчас очень много... Все переживают, все очень волнуются за то, что происходит. Очень много новостей таких тревожных. И мы хотим, наоборот, своими программами сохранить позитивный настрой у людей, чтобы они не потеряли силу духа и знали, что все это закончится скоро, и все будет хорошо обязательно. Вот. У нас программы про Андрея Миронова, мы три передачи сделали, про любимца зрителя, женщину, у которой был день рождения 7 марта. Такие очень хорошие, интересные программы. Сделали программу про историю села Захарова, про художника Васнецова. В планах у нас еще очень много интересных, различных программ, видео. Не буду раскрывать секрет. Я знаю, что даже проходят видеоэкскурсии по любимому парку. То есть, в общем-то, не входя из дома, можно наслаждаться красотами нашей природы. Ну вот, к сожалению, у нас такой программы еще нет. Она есть у нашего доброго соседа музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина. У нас в планах сделать такую обязательно видеопрограмму по парку, чтобы люди могли прогуляться по парку, не выходя из дома. Но, конечно, по парку лучше гулять по-настоящему, потому что это свежий воздух, это заряд позитива. И дай бог все скоро будет хорошо. Насколько быстро сотрудники парка переформатировались? Потому что одно дело, когда ты работаешь с живой аудиторией, и совершенно другое дело, когда ты работаешь онлайн. И понимаешь реакцию только в количестве лайков просмотров или комментов. Но, на самом деле, во-первых, к культуру не приходят случайные люди. Это такое призвание души. И у нас, ну, весь наш коллектив очень быстро переквалифицировался и в операторов. Вот. И, как сказать, работу на камеру научился делать, потому что в домашних условиях нужно заметить, что просто люди ставят телефон и снимают дома. Мастер-классы, видеопрограммы монтируют. Мы привлекли детей наших сотрудников. У нас такая помощница Василиса, которая тоже делает мастер-классы к Пасхе. Она красила яички пасхальные, там делает кораблики, бабочки из бумаги. То есть можно сказать, что практически каждый сотрудник, ну, по сути, стал таким хорошим блогером. Да, потому что люди культуры очень креативные. Вот. Естественно, все сразу... Очень много идей появилось. Это даже интересный, для нас это интересный новый опыт, потому что у нас, конечно, мы всегда ввели и нашу страницу в Инстаграм с 2015 года. И в Фейсбук, и ВКонтакте, ну, самая активная у нас страница Инстаграм. Вот. И сейчас это для нас новый опыт, он интересный. И я думаю, что, может быть, даже после того, как карантин закончится, можно будет делать вот такие мини-фильмы и выставлять их на странице, потому что, действительно, ну, не все могут приехать в парк, не всегда могут приехать в парк. А это интересно. Все же сейчас. Утро начинается с того, что все пролистывают ленту в Инстаграм. И таким образом повысить популярность нашего места, нашего парка. То есть это как форма работы, форма именно онлайн работы, сохранится, она имеет право жить? Мне кажется, это очень интересно, да. То есть мы прям вот поневоле стали блогером, и это интересно, да. Какие комментарии вы получаете от гостей, от жителей, вот, от тех, кто принимает участие в ваших мастер-классах, в ваших программах? Позитивное, положительное, благодаря от людей, говорят спасибо. Потому что, ну, вот, действительно, сейчас нужен очень, сейчас очень нужен позитивный, радостный контент людям, чтобы вот они открывали и не смотрели, сколько еще людей заразилось в мире, увидели, посмотрели передачу про художника, про поэта. То есть получили положительные эмоции, потому что это тоже очень важно, сохранить не только сейчас физическое здоровье, но сохранить и психологическое здоровье, потому что очень многие же, ну вот, кто живет в квартирах, у них нет возможности сейчас вот так выйти. У нас просто уникальная возможность. Мы сейчас в парке слышим пение. Служебным положением. Да, пользуемся служебным положением. Слышим пение птиц, наслаждаемся этим весенним солнцем. И даже люди, мне кажется, посмотрев вот эту программу, они получат заряд позитива. Ну, в том числе для вас это время, своего рода тоже уникальная возможность, ведь навести порядок в парке после зимы и подготовиться к летнему сезону. То есть я вот подчеркиваю еще, что работа-то как бы не остановилась. Нет, не остановилась. У нас даже больше. Это просто временно, временные меры. Да, да. У нас даже на самом деле больше гораздо сейчас работы. То есть казалось бы, да? Вроде ты не тратишь время на дорогу, от дома на работу, но тем не менее. У тебя при этом монтаж видеотрансляций, придумка новых креативных идей, новых передач. То есть потом мы же составляем план мероприятий на год. И теперь у нас как бы многие мероприятия поменялись. Нам нужно составлять новые планы на неделю, на месяц, придумывать новые мероприятия, которые мы можем отснять дома. Вот. Ну и плюс у нас в парке, и сами можете увидеть, чистота и порядок. То есть уборка сухостоя произошла, уборка прошлогодней листвы. Сейчас начнут красить деревья, дезинфекция детского и спортивного оборудования, инвентаря. То есть это все постоянная работа в парке, постоянная. 1 мая открытие летнего сезона. Во всех парках Подмосковья, к сожалению, этого не произойдет в этом году. Но этот год, 2020, юбилейный для парка Захарова, потому что юридическое лицо МБУ парка Захарова был создан в феврале 2015 года, а 14 августа 2015 года открылись в своей двери наша Поляна сказок, уникальная, в которой малые архитектурные формы по всем сказкам Александра Сергеевича Пушкина. И у нас на этот год было запланировано мероприятие, посвященное нашему маленькому, такому важному для нас юбилею, 5 лет парку. Для нас это прямо вот праздник. И мы обязательно после того, как все закончится, закончится карантин, сделаем красивый, я надеюсь, в августе торжественный праздник для наших гостей, для любителей парка Захарова, посвященный нашему юбилею. Ну, я думаю, что гости, в свою очередь, порадуют вас подарками после столь продолжительного перерыва в общении именно в таком личном. Ну, для нас главный подарок, потому что люди к нам придут. Екатерина, будем надеяться, что, конечно же, летом все ограничительные меры будут в прошлом, и мы и сумеем насладиться и красотами природы, и всеми теми мероприятий, которые в большом количестве проходят в парке Захарова. Что готовите для гостей? Какие планы на лето? Ну, кроме юбилея, безусловно. Кроме юбилея? Ну, во-первых, у нас традиционно первое воскресенье июня проходит Пушкинский праздник. Теперь уже неизвестно, пройдет он или нет. Но, скорее всего, дата будет перенесена. А так у нас же в прошлом году, у нас впервые в парке Захарова прошел международный фестиваль сказки «Золотая рыбка» в Захарова. И за него парк Захарова получил Всероссийскую премию на ярмарке событийного туризма как лучшее мероприятие фольклорное. И мы, конечно, хотим в этом году во второй раз провести международный фестиваль сказки «Золотая рыбка», чтобы этот праздник стал традиционным, ежегодным. Вот этот план у нас такой грандиозный, потом, соответственно, юбилей. Ну и наши ежегодные программы. У нас же проходят кукольные спектакли более 10 штук. У нас квесты. Гонец-удалец. Лукоморскими тропинками. Блинный квест, но он зимой. У нас очень много экскурсий интересных, и новые экскурсии мы готовим. У нас образовательная программа, познавательная программа. Много всего. Спортивные мероприятия. Хотим провести спортэпкиаду на День молодежи в июле. Планов много. Просто главное, чтобы открыли, и мы смогли все наши планы реализовать. А так мы, конечно, все ежедневно, в любое время на связи всем коллективам. Мы постоянно фонтанируем, постоянно что-то придумаем, креативим. На 1 мая тоже задумали. Как мы можем сейчас через интернет? Флешмобы какие-то. У нас сейчас есть задумка выразить свою любовь нашим гостям на 1 мая, на открытие летнего сезона. Надеюсь, у нас все получится, и мы это сделаем. Спасибо, Екатерина. Ждем открытия. Спасибо вам. Настоящего открытия парка и всей той бурной деятельности, которую вы ежегодно ведете. Да, и хотел еще сказать, что в это непростое время очень важно оставаться людьми. Очень важно сохранять добрый, позитивный настрой. Это самое главное, потому что с таким впервые мы все столкнулись вообще в нашей жизни. И тут нужно не потерять себя, верить в лучшее. Все будет хорошо. Обязательно мы все встретимся в парке Захаров. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь дома, смотрите телеканал Одинцова и берегите себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok